Welcome, 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 дорогие друзья, это Суми Виви и у меня все еще старый микрофон. Ладно. GNG G2, четверть финал. Матч идет не так, как хотели бы европейцы, хотя я вот тоже европейцы, я сказал, что такой счет и будет. Будет 3-0. Я не видел, как команде G2 выиграть, причем с ними я был уверен абсолютно, что будет 3-0. Во-первых, здесь самая сильная команда чемпионата, а именно команда GNG, самая сильная команда в Корее, так еще и команда G2 против них, которые своим стилем игры как раз-таки GNG победить не могут. Особенно нынешние драфт команды G2, то есть G2, которые сейчас отыгрывают, не обладают ни одним сильным звеном, кроме Лесника, а как раз-таки играя через топ лес, вы GNG никогда в жизни не победите. Именно в этом и была проблема команды T1, когда они решили, что, ай, к черту Гумаюши, к черту Фейкера, давайте пытаться играть через Зевса и Олега. Ну и Зевса с Олегом не справились и не смогли победить Дорана с Пенатом. Такая проблема имеется. G2 добирает себе Заю Райкана и опять пикует Кенана. У Кенана был 100% винрейт до предыдущей игры, а теперь у Кенана не не 100% винрейт и, соответственно, да, испорчено, все испорчено. Там я вижу, люди пишут, что Капса продался, матч сливает, G2 продались. Ребят, так это не работает. Ну, начнем по-другому немножко мысли выстраивать. У нас осталось 8 сильнейших команд в мире. И вы сейчас смотрите на потенциальную топ-1 команду этого чемпионата против потенциальной топ-6 команды этого чемпионата. И где здесь продался, непонятно, да. Казалось бы, да, они вроде топ-8 и должен быть у них рейтинг одинаковый, но это все же топ Кореи против топ Европы. И прошлый чемпионат показывал то же самое. Тогда JD Gaming в чемпионате мира, имеется в виду, одержали 3-0 победу над командой ROG, а это была лучшая европейская команда. И вот вам еще раз показываю экранчик. Так, это MSI, да? Сейчас я назад вернусь к чемпионату мира. Вот, к чемпионату мира. Ни одна в прошлом году европейская и азиатская команда, европейская и американская команда не смогли против азиатских сыграть на равных. Фанатики 2-4, Cloud9 1-5, Evil Genius 1-5, G2 1-5, Gigabit Marines, это Вьетнам 1-5, но вот здесь вот как раз-таки ROG'и вышли. ROG'и смогли команду Top Esports одолеть и смогли выйти в плей-офф. Ну, а в другой группе 100 воров 1-5, и это у нас PCS'овцы были тоже. Тайваньский регион 1-5. То есть, ну, просто такова структура чемпионата, такова история. Уровень европейских команд сильно упал в прошлом году, и он продолжает быть ниже. Американский регион начал подъем свой в прошлом году, в этом году продолжил. Я лично ожидаю от американцев большего на MSI турнире и большего на чемпионате мира. Но на MSI мы это увидим в очной встрече. У нас есть loser bracket здесь, то бишь сетка проигравших внизу. Ну, окажется, Европа и Америка, они будут играть друг с другом. Там мы посмотрим, прав я или нет. Ну что ж, за эракон поппи для яйки Анечка и Кена. То есть, это драфт схожий с предыдущей игрой, только хуже. Здесь хуже чемпионы. Вместо Вьего у них поппи. Вместо Ботлейна через Джинкс, который может сравняться с Офелией и Зерей, они взяли Заю. Ну, такое. Драфт команды оппонентов. Малфит на топе против Кеннона. В этот раз не Тристана. Мне понравилось играть Тристаной. Кстати, у Малфита нулевой процент винрейта. Малфит еще ни разу не выиграл на этом чемпионате. Ну, процентики я ставлю такие же, только лейтгейм у команды G2 отберу 5%. Ставлю 60. 40-45-60. Вот. Такие процентики сделаю. То есть, команда G2 делает тот же самый драфт, что и в предыдущей игре. Чуть-чуть похуже, с большим перекосом в странности. Именно в странности. Потому что мне не совсем понятно, что здесь делает поппи. Если они просто забрали поппи, чтобы украсть ее у Пината, так Пината особо и не стремился ей играть. Да, это его ключевой чемпион. Но вы ни разу не банили ему поппи на этом чемпионате в этой четвертьфинальной встрече. И он ни разу ее не взял. Так что вы паритесь тогда по этому поводу. Ну, у нас получается Нидали вместе с Чови на Оксанте, Малфитом и Зери. То есть, главный дэмэдж-дилер абилити-пауэрного у команды G2 это лесник Нидали. А главный дэмэдж-дилер физического типа это Зери. Остальное это просто три танка, которые куча контроля выдают. И в этом план команды G2. Только, наверное, все же начало игры, я чуть поправлю проценты, я сказал 40-45-60, все же 45 будет. Не настолько сильно. Я просто за счет сначала подумал, Нидали будет большое давление. Потом подумал, а как они Анечку смогут продавливать. Ксанта не сможет ее доминировать. Так что 45-45 и 60. Вот как-то так. Да, G2 посильнее в самом лейте, но как это реализовать непонятно. В начале, как это все реализовать. Давайте следить. Я думаю, Джин-Джи хотели просто поэкспериментировать с этим драфтом. Это уже такой экспериментаторский немножко драфт. Возможно, они готовятся к другим командам заранее. Потому что тренировок не так много можно урвать сильными коллективами. Не злоситил крипа Пейс. Первого крипчика он потерял. Побаиваются они Мик-Икса врыва. Хотя у Делайта вроде на первых уровнях не все хорошо. Анечка здесь прописала Пачовистан. Мы поглядим, как Чой будет ласхитить крипов на этом чемпионе. Потому что две игры подряд он переласхичивал, скажем, прямо капса. И выдавал потрясающую статистику. Релл должна дальше скоро получить второй уровень. Пропускается пока красный, синий баф Яйки. Он вообще как-то странно сыграл. Он забрал красные рапторы и идет забирать... Если на Виего он сделал классный маршрут, сейчас мне не совсем понятно, в чем суть его этого маршрута. Да, он сейчас получит третий уровень. Рапторы плюс Голем. Громб, точнее. Вы получаете третий уровень. Ты собираешься пропускать синий баф, что ли? Опа, инициация по Пейсу. Пейсу нажимает и Клинз, и Флэш. Ошибся он. Подставился под рут от Хансамы, который дал парочку автоатак с Ешкой. И у нас потенциальный тавердайв на топ-плейн против Дорана через Поппи. Вот в чем план. Синий баф ему не был нужен, потому что будет делать тавердайв. Попытка. Фёрст Блат! Но Яки, наверное, умрет, да? Пытается поднять свой глазик. Не успевает его поднять. Умирает. Но, к сожалению, для Дорана он даже автоатаки не нанес. И он не получает даже ассист с этого. Ну, он бы килл получил. Ну, а у нас Чови. Цепляется за Капса и опять почти показывает Фёрст Блату. У Капса наверняка там, ребят, жопа сейчас горит как может. Как синим пламени. Потому что две игры подряд его соло болят на мидлейне. И он категорически не хочет умирать. Его чемпион должен вроде как Санта немножко поддавливать. Ну, как минимум по фарму должен лидировать. А он ему проигрывает. А Пенат видит, что начал делать Яки. Бежит туда. Уворачивается Пенат от просветки. Чови делает инициацию по Капсу. То есть подкидывание не попадает. А в этот момент Нидали перепрыгивает в кустик. Видит, чем занимаются Яки. И Смайт войду выигрывает Пенат. Нет, проигрывает Пенат. Пенат просто гонится за Яки. Кидает копье. Кидает автоатаки. Но не убивает. Ну что, G2. Лучший старт пока что среди двух игр, наверное. Потому что в той игре, в которой первые они доминировали по золоту, они в ответ убийство, по крайней мере, отдали. Когда записи будут на Ютубе? Ну вот, матч закончится. Я не имею права выкладывать записи не раньше, чем закончится прямой эфир чемпионата. Такое правило. У Riot Games они решили в этот раз не 24 часа сделать, как это было на чемпионате мира прошлого года. Там через 24 часа надо было выкладывать. Но я выкладывал их чуть пораньше, там через 16 часов. Райты на это не обращали внимания. Типа на другой день выложил уже. Ладно, пофиг. Как раз сегодняшние игры MSI-вские. Райты сказали, как только эфир заканчивается, можно выкладывать. Но я так обычно и делаю. Так что, когда вот эта игра закончится. Если она закончится 3-0, то, ребят, я стрим не вырубаю. Я поставлю выкладываться на ютубчик. Поставлю вам заглушку экрана, скорее всего. Поставлю выкладываться на ютубчик матчи. И будем уже переходить в Darkest Dungeon 2. Примеры у игры. Хочется посмотреть, хочется поиграть. Вчера мы прошли первый акт за 6,5 часов. Мне дико понравилось. Я хочу сегодня продолжить. Сегодня я хочу посмотреть второй акт и посмотреть, что они придумали. Потому что первый акт это, по сути, тот же самый Early Game Access, с которым мы играли. Примерно столько же времени я и тогда потратил на это. Тоже где-то 6,5 часов. Неудачный старт для Малфита. Ну, Доран, наверное, и не хотел играть с Малфитом. Я говорю, это экспериментальный драфт. Хотели попробовать. А что будем делать, если оппоненты сыграют другие оппоненты против нас так же? Я как Европлеер все же немножко за своих болею. Ну, есть такое, да. Я, откровенно говоря, скажу прямо. Я сейчас болею за победу Джин Джи. Но за победу такую, чтобы Джи 2 сделали какой-то урок от этого поражения. Такое бывает, да? А сам почему за не Джи 2 вообще болею? Причина, опять же, Darkest Dungeon. Хочу пострелить Darkest Dungeon. Мне он интересней, чем попытки какие-то потуги Джи 2. Просто было видно, что в первой игре они хоть что-то придумали, но не смогли додумать это. И вот это вот придумали, но не додумали. Они дальше решили не экспериментировать. А сейчас они просто играют на дуэльных драфтах, как я уже говорил. Дуэльные драфты, это когда процент вашего драфта примерно одинаковый. То есть у вас примерно одинаковые по силе чемпионы друг к другу. Вы играете чисто на скеле. И вот это вот чисто на скеле, мне кажется, не самая лучшая идея. Пытаться на скеле играть против Джин Джи. Такое могла себе позволить чисто на скеле играть команда Джи 2 времен Перкса. Когда Перкс был еще в составе. Вот она могла позволить это себе. Когда Вундер был на топе. Эти ребята могли. С капсом на мидлейне, Перкса декерри, Микки Икс на роли саппорта. Вот. А нынешние Джи 2 не могут. У них слишком слабенько все. 1-0. Но по золоту нет уже никакого преимущества. Инициация по Пейзу. Он делает клинца. Не кинул Микки Икс Игнает. Делайт высматривает врыв. Но там слишком много крипов. Пенат выскакивает. Пенат выбивает тот же вард. Говорит, пацаны. Ладно, я у вас просто одного крипочка заберу и назад возвращаюсь. И сразу же рекол нажимает. Потому что Нидали не хочет терять темп даже здесь. Оставаясь. В этом нет никакого смысла. Тауэр дайва никакого организовывать не будет. Потому что будет бояться Нидали. И при этом Нидали может успеть вернуться в свой Красный Лес. Хотя Яки, видите, прогуливается. Ставит вард. Да, он прогуливается просто, чтобы убедиться. Ставит вард. Находит там точку. На мидлейне. Пластина падает. Че, просто сломал пластину у Анечки, ребят. Где уж. Ну, на боте пластину сломали. Ну, слушайте. Зая с Рейконом. Ну, это получше выглядит, чем Джинкс. Я сразу удивился, когда Хансама взял Джинкс. Ну, что это вообще не соответствует его драфту. Обычно этого чемпиона. Мы не видели от Хансамы. Хансама все же предпочитает играть таких чемпионов на лейтгейм. Либо жесткий буллинг. Ну, Джинкс, она вроде на лейтгейм. Но она такой типикал Эдекерик. Типа Кейтлин. Я ее с ней сравниваю. С Кейтлин. Она ему никогда не подходила. Яки. Этот вард стоит. Пенат успел забрать Геральтку. Вот как раз таки на этом темповом ганге. Он вышел. Забрал крипа. Мгновенно перепрыгнул через стенку. Нажал рекол. И Яки должен был оставаться там все равно. Прикрывать свой ботлайн от потенциального момента. Олл ин. И Доран не жадничает. Сразу нажимает ульту. Отходит в сторону. Делайт подходит. Говорит. Не волнуйся, Доран. Фармись. А тут в рейв идет в Чови. Чови дает. Подкидывает. Перекидывает Микки Икса. Утаскивает его в отношения. Но пернатый быстрый. Под ультой своей убегает. Правда, флешится Чови. Говорит. Я его сейчас убью. Делает три подкидывания. Сейчас будет еще одно. Попадает. Но Мишка. Мишка Гамми приземляется сверху. Плюс Игнайт. Или что это было? Да, это Игнайт был от Микки Икса. Зарабатывает убийство команда G2. Но пока мы это все рассказывали. Брокен Блейд оказался вне позиции. И Нидали съедает его от Пената Нидали. Ребят. 75 фарма на 45. Да это Пенат Гейминг начался. Кто не знает, лучшими чемпионами Пената считаются. Все же Лисин. Номер один. А дальше идет Нидали. Это его номер два. Кто-то спросит. А ты же говорил, что Поппи. Поппи это его ключевой чемпион. Это так называемая сигнатура очка. Ну, чемпион, которого никто не играет. А вот он играет. Экзекьют. Малфет. Увидел, что происходит. И пошел просто под вышку отдался. Там обходила Поппи с другой стороны. А он тут какая-то... Какой-то подлак, ребят. Прошу прощения. А, все нормально. Все вернулось. Или нет? Не знаю, это у меня подлак на трансляции Ютуба от Riot Games. Либо это общий был подлак сейчас. Но время на экране сверху вы видите. Мы ничего толком не пропустили. Нет, слушайте. Такие подлаки вот такие вот резкие. Это, скорее всего, Riot Games'овская проблема. Копье. Мимо. Попытка была от Джинджи резко пойти еще на Дрейка. Но ее остановили. Потому что Яки был на топе. Малфета пытался убить. И Джинджи решили этим воспользоваться. Но после этого, видите, все нормально. Джи-2 воспользовались приоритетом своих линий. И прошли, прогнали отсюда команду Джи-2. Общая-общая проблема общая. Понял. Интернет отрубили, да? Все. В Европе нет интернета. Ой, как Чови, конечно, тут аннигилирует. Он умер один на один. Но лидирует по фарму. У него лучший фарм в игре, ребята. Это он играет против дальнебойного чемпиона. За ближнебойного чемпиона. И он уже снял две пластины. И хочет еще третью пластину снять. Получает много урона от Медведя. Решает тогда отойти в сторону. Со следующим паком. Когда у Анечки не будет Медведя, он этим воспользуется. И заберет. Сейчас пытается на Медведя восстановить здоровье. Плюс 50 золота получится Медведя. Медведя оттягивает Анечка назад. Потому что не хочет отдавать эти денежки. Ну, тут уже Пенат подходит. Кидает копье. Мишка погибает. Плюс 50 забирает Пенат. Вызывает Геральтку. Но здесь уже рядом Поппи, которая будет эту Геральтку выкидывать. И уии. Она улетела. Правда, она обещает вернуться. Но здесь уже успевает подойти Рейкан. Делайт тоже рядом. Геральтка снова подходит сюда. Будет второй врыв от нее. Второй прицельный врыв. Она рядом. Разгон. Бодыщ. Деньги на троих поделились. Выкинули Геральтку. Но она вернулась. Я не помню, там можно ли ее полностью отменить. То есть, если во время врыва ее... Ой, копье какое! Пенат, ты что делаешь? Автоатака. Да! Копье из темноты пролетает ровно Брокенблейду в Попенскую. И неужели... Неужели, ребят, хомяк второе поражение подряд получит? Спасибо команде G2. Стакл, стакл Кеннон. Без пораженческую статистику себе. Пришла команда G2 и все испортила. Пришли G2 и такие... Нормально. Шпинат уже здесь. 94 фарма. 2-0. Два убийства своей команды. Сломал вышку на медлейне с Геральткой. Анечку сейчас тоже будет еще убивать. Анечка отфлэшивается в сторону. Да. Нет, все. Тут уже выглядит как все. Вот нельзя с ним играть на равных. Нельзя идти в драфты, которые равны. Нужно играть в драфт, которые на голову сильнее. Ну, а здесь G2 играет с драфтом, который чуть-чуть слабее в начале игры. И в предыдущей игре они играли с драфтом, который чуть-чуть слабее в начале игры. От клейтгейма типа выстрелит. Нет, ну, вы просто выстоять не можете. Опа. Ники икса. Там Поппи обворовал Пината. А здесь у нас сражение. Просто Пинат уже в другое место смотрел. Не обратил внимания, как Поппи к нему подбежала. Я такая, хоп, с майтиком украла. Крепчика. Расстроился Пинат, потому что он тонну времени на это потратил. Остался с 98 фарма. Я пошел. Свой лес фармил. У него весь его лес стоит. Обратите внимание. Нидали не фармила вообще весь свой лес. Засекаем. В 14.20 она начала фармить свой лес. И сейчас она, я уверен, Пинат сказала, пацаны, меня на полторы минуты нет. Полторы минуты сейчас буду пауэр фармить, проходить весь свой лес. А потом реколицы с базы придут. То есть 14.20 начал. В 15.50 он, получается, закончит. Значит, в 16.05 следующее активное действие будет Нидали. Можем засечь время. Нам тут выключать. Потому что Яйки и Микки Икс выискивают в Пейзо Ол-Ин. У Пейзо есть стеночка. Он Клинс нажимает и уезжает! Как же красиво он сыграл. Поппи прописала по нему стан. Но Клинс и спокойненько на Ешке уезжает через стенку. Нидали пауэр фармиться. Все еще пропустил один свой кемп для быстрого рекола. Немножко я ошибся в том, что он собирается делать. Я думал, он будет по порядку фармить все, реколиться и потом выходить с базы. Он пропустил волков. Возможно, чтобы оставить кому-то из своей команды этих волков. И сейчас дофармливает, но уже с бэка. Что за чемпионы? Это же ненормально. Ну, Клинсом снял с себя ЦЦ эффект, поэтому вроде как нормально. 15.30 15.50 как раз Нидали освобождается. И в 16.05, я говорил, да? Будет у него следующее активное действие. Ну, 15.40 освободилось Нидали, потому что кемп один пропускала. И первое активное действие произошло раньше, потому что бэк уже был. Но он на один кемп меньше нафармил пенат. Ну, видите, зато успел. Возможно, он как раз принял решение гораздо быстрее меня и гораздо правильнее. Это представьте, он во время матча даже его принял. Я-то вот здесь, имея весь экран перед глазами, смог принять такое решение. И оно оказалось неверным. А он в этом смысле гораздо лучше меня играет. Но это все же пенат. Плюс он еще Нидали, наверное, лучше знает. Я вот реально смотрю на этих волков и думаю, он их пропустил. С какой целью я хочу поглядеть? Цель, видимо, это темп. Темп времени. Он посчитал, что слишком долго будет бегать, если будет их тоже выфармливать. Видимо, из-за этого. А надо к Геральтке успеть. И он ровно успел к Геральтке прийти. Если бы, по-моему, 16.05 освободился, он бы не успел прийти к Геральтке. И он выбирал, какой кемп пропустить. И выбрал как раз Кевалков. Так, тут пена-то была инициация. Вторая Геральтка была вызвана удачно. Удар она по вышке нанесла. Тут Кеннон делает врыв инициацию по Нидали. Вылавливает Нидали, но она Жоню нажимает, выживает. У нас все биты. Пейс как-то отфлешивается, выживает тоже. Но Пейс все еще жив. Он может стрелять. Правда, стрелять у него не получается. Медведь ему мешает стрелять. И команда G2 выигрывает сражение. Малфит не попал там нормально ультой. Они убили только одного Рейкона. Но Малфит дальше добил такие вышки. Я говорил, что нормальная Геральтка ворвалась. И вышку сломала. Но Джин-Джи проиграли первое сражение. Например, что в Лейте они послабее команды G2. И может быть это чем-то аукнется. Пейс. А, он не тратил ульту все еще. Это опасно. Пейс-то может сейчас тут всех и поубивать. Хотя там Кеннон жив. Кеннон ускоряется. И Малфит прикрывает от Кеннона. Дракон пошел на регенерацию. Анечка уже сюда подходит. Стан. Еще одна W от Пейза мимо. Капс прописывает стан по Малфиту. Малфит прячется. Делайт сюда тоже пришел. Ну и все. 4-3. 3000 перевеса команды Джин-Джи. Но они проиграли второго Дракона. Вот эта игра уже начинает немножко пахнуть жареным. Ну совсем чуть-чуть. Это такое. Немножко разогретое. Как будто, знаете, вот если добывать огонь. Просто немножко разогрела команда Джи-2. Хорошая инициация. Поймали Нидали. Анечка с фланга заходит. Ее увидели. И она добирается до противников. Видите. Своим прокастом. Выдает тонну урона по двум игрокам. А Кеннон добрался до Пената с Пейзом. Пейзу пришлось за счет флэша уйти в сторону. Ну а Пенат не смог убежать уже дальше от Яйки. Обидно будет проиграть команде Джи-2 именно эту игру сейчас. Ну если они еще какой-нибудь... Если сейчас не произойдет какой-нибудь битвы, где они вообще бездарно проиграют, да. Представим, что в таком же духе оно будет идти. И игра почти равная окажется. И они ее все равно проиграют. Ну бывает такое, да. И будет обидно, что они нашли ключик только к третьей игре, а уже Бестов 5, да. И то этот ключик скорее связан с тем, что здесь Джин-Джи решили немножко подумать о том, что они могут играть против других команд. И умирает у нас Ксанта на топ-лайне, который начал с Брокенблэйдом один на один сражаться. И его убивают при помощи Поппи. Инициация по Пейзу. Пейз Клинцем снимает с себя эффект. Он сжимает ульту, начинает расстреливать. Гонится за Хансамы и передумывает. Побаивается он идти дальше. Не было других игроков рядом. Решает он дальше не идти, потому что там Хансамы все еще был слышен. Делайт. Инициация по нему. Сбоку ищет Поппи врыв. Хороший прокастик. Поппи рядом. Пейз слишком близко подходит. Его прописывают. Стан его убивают. Подкидывание. Пейз перепрыгивает. Пытается убить Хансаму. Хансамы выжил. Но 2 кила уходит Рейка. Но там на Шор, ребят. На Шор через 15 секунд. Блин, против Нидали на Шора вы не будете делать. Специально они подфиживают. Ну так команда Джи-2. С каждой игрой пытались найти какой-то ответ. Как побеждать команду Джин-Джи. А Джин-Джи вот в этой игре кардинально другой драт взяли. Они дали Пенату плеймейкер чемпиона. То есть они в основном... О, Пенат. А что там за скрипты, а? Пенат. Ой. 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 Ой, Пенат это убьют. А за скрипты это и наказывают. Так вот, плеймейкеры дали Пенату, Нидали, чтобы он показал игру в соло. А двух игроков, которые до этого показывали игру в соло, а именно Чови и Дорана. Вы же помните Дорана на Фиоре в первой игре. Во второй игре Ари. Или кто там был, Чови там? Лисандр уже была, да. Здесь уже было по-другому все. В первой игре у него Ари была. А Поппи и там Вай вот таких чемпионов Пенату надо было давать. То есть здесь они решили поэкспериментировать. А сейчас они выкидывают уже игру. Напоминаю, что в Лейти Джи 2 посильнее будут команды Джин-Джи. Не намного сильнее. Все равно играть можно. Опа, нихрена там у Кенана утащил Чови. Брокенблейда ловит. Тут нажимает ульту, пытается убить Копье. Не попадает от Пената. В этот момент Яки попадает под проказ Делайта Пейза. Остается в живых. И Брокенблейд все-таки погибает от Нидали. Нидали снимает шатдаун себе. Это ключевые денежки. Они уходят именно в правильные руки команды Джин-Джи. И судя по тому, как Джин-Джи рассредоточились, они готовятся делать ловушку на Нашоре. Они знают, что Кенан мертвый. Еще 25 секунд у них есть свободы. Стартует Малфит этого Нашора. Микиксу надо это проверять. Все дело. Но тут ловушка. Инициация. Поппи останавливает в рейв. Выкидывает она одного лишь игрока. И по ней идет дальше проказ. Цепляется. Пенат пытается догнаться. Кидает Копье. Не попадает. Догонит, да? Яки, скорее всего, догонит. Еще одно замедление. Пенат Копье не попадает. Автоатака, автоатака. Флэш, автоатака. С прыжком неудачно. Добивает такие яки. Но это тавердайв, ребят. На этом тавердайве можно здесь и полечь. Что и происходит. Потому что Кенан уже воскрешается. И убивает всех. Кенан вместе опять с Рейконом. 11-5. Европа абсолютно выравнивает игру по золоту. Но могут ли европейцы пойти сейчас Нашора делать? Пока три игрока оппонентов мертвы. И у этих игроков нет телепорта. Но остались живых танки. Неприятно против них воевать. Но, наверное, пойдут. Надо делать Нашора здесь. Если не делать Нашора в такой ситуации. Ну, это вы просто отдаете все оппонентам. Да, они стартуют Нашора. Ну, а Джинджи, по логике, должны были пойти на Дрейка. Но они решают туда не идти. Что идет? Просто смотреть, что там на Нашоре происходит. Он будет пытаться ультой своей кого-то выгонять. У него есть ульта, есть флэш. Нет. Он просто ходит. Не придумал он ничего умнее, как просто пойти со своей командой на дракона. Что, Джи-2? Игру могут выиграть, ребят. Поплыла немножко команда Джинджи. Их драфт начинает разваливаться. Яки. Яки попадает под прокаст. Анечка. Ой, Анечка. Попечка. А не Анечка. Попечка на шишке выпрыгивает. Все нормально. Далайт не смог ее остановить. Анечка у нас на топе. Так, зато зрителям добавили интересности. Но я все равно не верю, что серию можно эту перевернуть. Потому что я сейчас объясню, ребят. Я не вижу, что сделать может Джи-2 против... Ну, например, вот эту игру выигрывает сейчас команда Джи-2. Давайте подумаем так. Так, я не вижу, что Джи-2 может сделать в следующей игре, если Джинджи захочет сделать драфт первой или второй игры. Ну, им просто нечем им ответить. Опа. Там по-малфиту фулкаст какой-то идет. Шаечка еще есть. Она Зайечка, а не Шаечка. Шаечка это... В русской версии зачем-то Шаечку придумали. Показывает нам графики сравнимы предыдущие их игр. Где, как видите, Джинджи выигрывали гораздо раньше. И в первой игре они выиграли на 10-й минуте. Во второй игре они выиграли на 15-й минуте. И потом пошел просто жесткий сноубол. Здесь они ни разу не смогли выйти вперед по золоту очень сильно. Это вот как раз должно говорить команде Джинджи, а именно их тренеру, что не стоит, наверное, Пенату доверять Нидоле. Хоть она и сильный чемпион. Но мета нынешняя такая, что через нее не поиграть по Нидоле. Кстати, идет проказ. Мафи дает проказ по двум игрокам. Ой-ой-ой-ой-ой. Там Кенна выдает ульту. Но Поппи выживает. Кенна сможет ли кого-то убить? Ему не хватило дэмэджа. Не выжил. Не выжил Рейкл. Телепорт сразу идет от Мафи. Куда он полетел? А, он идет закрывать Хансама. У Хансама есть еще ульта. Есть флэш. По нему идет заказ. Хансама уходит наверх. Нажимает Гост. Но его здесь уже встречает Чови. Чови из кустов. Хансама понимает, что надо как-то уходить. Будет через флэш уходить в сторону. Здесь Делайт будет с прыжком. Прыжок. Там, конечно же, ульта. Проказ почти добивает Делайта. Чуть-чуть не хватает перышка одного. Это нашор баф. Так плохо реализованный от команды G2. Как же так? Увидели Нидоле. Ворвались в Нидоле. Малфит тут же выдал свою ульту. Потом Релл выдала свою ульту. И Кеннон, хоть и залетевший, не нанес вообще как будто дэмэджа. Но не было Хансама, чтобы добивать. Анечки там не было. Идея вроде неплохая. Вот он стан по Нидоле. Подкидывание по Нидоле. Но бах. Бах. И вот сейчас Кеннон влетает. Нажимает R. А где дэмэдж Любовский? А Пенат Джонни ушел. А остальные им не страшно эта ульта. А остальным не страшно ульта. Зачем был этот врыв? Ну, тут даже тренер говорит, зачем врыв. У него еще стул сломался в этот момент, вы видели. Riot Games используют старые стулья. Как у меня дома все сломанные. Так, тут у нас Че Ве ловят. Че-то как-то они долго его избивают. Позвали Хансаму. Че, выдают ульту. Утаскивает Микки Икса. Бежит дальше. У него есть флеш, да. Поймали на боковой линии, ребят, к Санте. Ну, и вы видели, что происходит. Четыре человека понадобилось, чтобы просто заставить его нажать R. Он до этого просто хотел пешком уходить. Понимая, что вот эта троица ему ничего сделать не может. Единственное, кто ее может... Кто Ксанта может убить здесь, это Зая. Вот Зая, Шая подошла, когда он такой... Опа, все, ухожу. Тогда ухожу. Доран. Ну, он здесь не один. Спина там вместе. Просто он выскакивал на потенциальную ульту Панечке. Но та успела отойти. Три-два часа, говорит Шивана. Видимо, ты прошел игру мою, да. Ну, ты взял самую лучшую концовку просто. В этом суть, да. Ну, красавчик, красавчик. ТП. Че? Ему отменяют телепортацию. Ой-ой-ой-ой-ой. В этот раз пять игроков, ребят. В этот раз G2 отправили пять игроков туда. Убили его. Но самое обидное для Чови, что он потратил еще телепортацию. Сейчас команда в меньшинстве. Отступает и все. Какая концовка лучше? Ну, я не знаю, какую ты взял. Ну, ты же говоришь, прошел. Значит, прошел. Нидали отпушивает мидлейн. Здесь пытается Зерри вместе с Рейл зачистить все. Но их трое. Инициация от Поппи. Крипы зачищены. Но Ингибитор, скорее всего, потеряют. Страшновато оставаться дальше на убийство этой Ингибитора. Потому что сейчас появится Чови. Их будет потом закрывать. Нидали запушила мид. Заработала тонну себе фарма. Уходит на рекол Нидали, чтобы купить себе Жоню. Жоню к следующему сражению. У него целый предмет преимущества над Поппи. Поппи стартует дракона. Не успеет ли команда Джинджи помешать этому процессу. Очень медленно они спускаются. 7000 осталось. Ставится вард, чтобы Малфит сюда прилетел на телепорте. Забирается объект. Малфит здесь. Малфит ищет ульту свою. Поппи его пытается выкинуть. И можно уже давать на самом деле ульту. Но Дорван пока решает просто походить рядом. Не придумали они инициацию. Там Брокенблейды нашли. И команда Джинджи ловит Яйки. Яйки вынуждены нажимать все же флеш через стенку. Решили уж тогда так хотя бы потратим ульту Малфита. Заставим Поппи потерять флеш. Но по драконам 3-1. Два раза чего и поймали вне позиции. Подорвану пошла инициация. Подкидывание. Но это то, чего вообще-то хочет команда Джинджи. Они хотят, чтобы по танку сделали врыв. Танка избивают. У танка есть флеш. Танк получает щиточек. Его прокастом добивает. Добивает. Он не отфлешивается. Пейс перепрыгивает через стенку. В него Кенн влетает. Он делает флеш. Аут. И погибает. Европа выигрывает эту партию. Думаю, уже все. Нидали здесь не справится. Ей не хватит дэмэджа остановить вот этих ребят, которые идут. Хоть и перекидывание делает Чови. Чудо должно теперь уже произойти, чтобы Джинджи выиграли. Потому что Джи-2 все пятеро остались живых. Он не доиграл, мне кажется, Дорван. Он должен был через лошадь идти. Ой, ёйки. Прямо под копье залетает. Еще одно копье от Пената. Еще одно копье от Пената. Пенат там за всеми ведет погоню. Они потеряли ингибитор. Но я думаю, это партия уже. Потому что, ребят, через 3 минуты Дракон. Через 0 секунд. Опа. Пената ловят. У него есть флэш? Нет флэша. Он делает сайд степ. И к нему Чови прыгает. Чего? Не убили Пената. Он за счет Джонни выжил. Так вот. И там Нашор уже есть. То есть в любой момент команда G2 может сейчас устроить ловушку на Нашоре. И начать его делать. У них есть перышки. Они смогут его забрать довольно быстро. Хоп. Пейс перепрыгивает. Красиво. Красиво, но неэффективно. Брокенблейд добрался и говорит. Два раза за Кенона я не проиграю. Уважайте моего Кенона. Кенон 100% винрейт на чемпионате. И 100% пикбан. Там не 100%, там было 92%. Пару команд все же его не брали. Когда он был открыт. Была все же такая ситуация. Но если его брали, было 100% винрейт до сегодняшней встречи. Джинджи уже аутсайдерами в этой партии себя чувствуют. Они по дрейкам проигрывают, по драфту проигрывают. Их драфт слабее в лейте. И лейт наступил. Инициация идет по ханцам. Ханцам ошибается. Стяжечка идет по всем игрокам. Но ханцам успевает нажать R. Выживает. Пейс начинает стрелять. От Кенона уходит он в сторону. Кенон убивает первого игрока. Убивает второго игрока. Но Кенон хватит ли дэмэджа дальше работать. Пенат все еще жив. Пейс стреляет. Его станет. И все. Да. Ну вот она разница в драфте. Уже здесь ощущается. Не хватает банального урона. Нидали не настолько сильна. Чтобы быть единственным дэмэдж дилером магического типа. Малфит выдает ульту по одному игроку. Этот игрок как вы понимаете. Может спокойно задоджить через свою ульту. Пенат пытался с Майтом. Медведя убить не получилось. Делайт все еще жив. Делайт сейчас будет крипов на себя пытаться забирать. Да. Но всех утащить не смог. Крипы все равно прорвались. Делайт в Жоньку прячется. Погибает. И это счет. 2-1. G2. Все ж таки. Выдохнули немножко. Но я думаю это просто гол престижа. Честно я думаю это гол престижа и все. Мол мы не настолько бездарим. Потеряли Кенона. Все еще не закончили. Потеряли Мик Икса. Все закончили. 2 кила еще дали в конце. Я думаю это просто гол престижа. У них получается Дорон играл на танке. Чови играл тоже на танке. Да мы такое уже видели в чемпионате. Кореи. Они тоже такие эксперименты проводили. Но в данной игре как видите этот эксперимент против конкретно команды G2 оказался неудачным. Потому что слабость команды G2 она налицо. И вы когда видите эту слабость. А именно слабость идет по позиции топ-лайн, по позиции мид-лайн. Ее надо использовать. Не надо нивелировать преимущество ваших двух игроков. А вы по получается решили усилить пената против сильнейшего игрока оппонентов. И вот пенат вроде сыграл хорошо. А толку от этого было не так много. Потому что двух ключевых игроков вам не хватало. Да интрига ставки на спорт. Может быть и так. А вы кстати ставьте лайки. Вот сюда это надо смотреть. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы ничего не пропускать. Увидимся в следующей патче. 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 Партии. Патче. 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 Продолжение следует...